Вы заметили, как тихо произошло? Это на самом деле эпохальное событие, запрет на экспорт необработанной и слабообработанной древесины. Минимум публикаций в СМИ, минимум обсуждений в благосфере. Помалкивают оппозиционеры, будто ничего важного и не произошло. Так что придется нам заполнять информационный вакуум. Вот как этот запрет отразился, например, на Китае. Но сначала напомним, что на самом деле, вопреки стереотипу, Китай глобально давно был готов к прекращению потока древесины со стороны России, и давно уже Россия не занимала ведущей доли на рынке Китая. Об этом мы уже очень и очень подробно говорили, поэтому повторяться не будем. Но локально в Китае, конечно, существовали целые города и регионы, которые жили именно за счет импорта русского леса, причем зачастую незаконного. Еще раз, и в масштабах Китая, и в масштабах лесной отрасли России, это все капля в море, считанные проценты. Но даже эти проценты, это миллионы долларов, и для десятков тысяч людей с обеих сторон границы источник к существованию, часто незаконный источник. Так вот, этим десяткам тысяч людей придется теперь искать другие способы заработка. Очень подробно о ситуации, которая сложилась на границе России и Китая, исторически жившей за счет русского леса, рассказал паблик бизнес-практика в Китае «Взгляд изнутри». Цитирую. Начиная с 2013 года, возле всех пограничных переходов Китая и России были созданы тысячи мелких, средних и крупных доков, деревообрабатывающих комбинатов. Так, на окраине города Сэйфэнхэ, ЖД-переход Градякова, Суэфэнхэ и автопереход пограничный Суэфэнхэ, вырос целый перерабатывающий городок Бэйхан размером в 5-7 квадратных километров из деревообрабатывающих и производящих ТНП цехов, фабрик различного плана, офисами и жилыми домами. Конец цитата. Если взглянуть на спутниковую карту, то отчетливо видны штабеля лесокругляка и громадные доки. Город, по сути, жил на необработанном лесе из России. Также хочу сделать небольшое отступление для тех, кто не слушал наше видео на эту тему ранее. Так вот, даже до запрета 90% экспорта древесины продукты ее переработки. Только 10% древесины вывозились необработанной. Поэтому не надо, пожалуйста, писать что-то типа «Вот русские не могли сами свой лес переработать». Могли и делали. 90% перерабатывали сами. Но и 10% – это немало для того, чтобы на этом жили некоторые приграничные регионы Китая. Цитирую дальше. Ежедневно несколько составов с русским лесом-кругляком и грубо обработанным пиломатериалом заходили в Суйфэнхэ. Еще 30-40 фур и лесовозов с пиломатериалом шли через автопереход. Причем большая часть бизнеса с обеих сторон границы фактически принадлежала китайским гражданам. Российская сторона в этом процессе чаще всего была задействована только в низкобюджетном лесопилении, перевозках и погрузоразгрузочных работах, пишет источник паблика Иван Смолин. Но что интересно, откуда дует ветер, китайцы почувствовали за несколько лет до этого, поэтому город Суйфэнхэ начал приходить в упадок. Цитирую дальше. Так, за последние два года Суйфэнхэ из 120-тысячного города с 80 тысячами постоянных жителей, с местной регистрацией и 40 тысячами временно проживающих превратился в 70-тысячный городишко, с просевшими до уровня 2010-го годов ценами на недвижимость и множеством закрытых магазинов, пишет автор. Многие говорили, что запрет не остановит вывоз леса, но, как мы видим, китайцы в этом как раз-таки очень не уверены и чувствуют, что пора валить. Город начал загибаться еще до введения запрета. Впрочем, не все так плохо. Уже сейчас китайцы начинают размораживать проекты по переработке древесины на территории России. Они были остановлены еще лет 10 назад, когда Россия уже была вводила высокие пошлины на экспо древесины, но что-то пошло не так, и пошлины через два года были снова снижены. А проекты были заморожены. Теперь их снова начали возобновлять. Цитирую дальше. Еще с прошлого года начала восстанавливать проекты десятилетней давности. Строительство небольших, но современных доков на территории России, поясняет источник паблика. Но совершенно понятно, что теперь на китайской территории уже не нужно будет столько рабочих рук, ведь переработка переместится в Россию. Об этом тоже пишет автор паблика Иван Смолин. Цитирую дальше. Основная же масса приграничных деревопредпринимателей в Трансе и пока не знают, что делать. Переключиться на другой вид бизнеса в приграничной сейчас практически невозможно. Из-за антиковидных ограничений и так рухнула российско-китайская серая торговля, а работать в белую, да еще и в жестких рамках большинство китайцев не умеет. Из этого бизнеса разбегаются все, кто куда может. Года три назад я пытался переманить к себе на редкость адекватного китайца, работавшего как раз на приемке и перевалке вагонов с лесом из России. Бесполезно. Его бонусы в китайской компании были весьма большие. Так вот, с ноября месяца он работает у нас и за более скромную зарплату, чем ему предлагалось тогда. Сам пришел проситься. Конец цитаты. Многие также говорили, что, мол, из-за этого запрета многие русские потеряют работу. На самом деле, работу потеряют китайцы, а на территории России работы наоборот, прибавятся. А теперь поговорим о пунктах пропуска. С 1 января 2022 года необработанную древесину из России можно продавать лишь через два пункта пропуска на границе. Один это Хасан на границе с Северной Кореей, а второй Людтя на границе с Финляндией. 20 июля 2021 года правительство Российской Федерации утверждено постановление номер 1225, которым определены железнодорожные пункты пропуска через государственную границу для вывоза круглого леса. Их осталось всего два – Людтя и Хасан. Впрочем, конечно, разрешено это чисто формально. Пошлина 80% и, очевидно, недостаточная пропускная способность пунктов делает фактическую продажу необработанного леса по сути невозможной. России пришлось формально оставить эти два пункта пропуска, чтобы не нарушать обязательства в рамках ВТО. Но даже их выбрали не случайно. Казалось бы, все равно с пошлиной 80% никто лес не повезет на экспорт. Он такой дорогой никому не нужен. Но те, кто выбирал пункты пропуска, решили еще больше перестраховаться или просто пошутить. И выбрали их так, чтобы еще больше усложнить жизнь тем, кто все-таки решит отправить русский лес за рубеж. Тем более, что лес через эти пункты вообще ранее не возили. По данным Центра фирменного транспортного обслуживания РЖД в ноябре 2021 года, утвержденные правительством пограничные переходы не были задействованы для экспортной перевозки лесных грузов. Итак, начнем с пункта Людтя. Он расположен у черта на куличках, в 35 километрах от города Костомукша в арктической зоне России. Его название связано с протекающей вблизи речкой Людтя Йокки. Открыт Людтя был в 1960-х годах. С середины 70-х годов действовал как временный пункт пропуска КГБ СССР для финских граждан, работающих на строительстве Костомукшского ГОКа. Стоит заметить, что в регионе у России есть еще 7 пунктов пропуска. И из всех именно Людтя равноудалена от крупных городов. От Петрозаводска, Санкт-Петербурга или Мурманска. Короче, выбрать еще более неудобный ПП было, как мне кажется, невозможно. Но и этого мало. Пропускная способность Людтя – 300 автомобилей в сутки. Для сравнения Торфяновка – 5000 автомобилей в сутки. Короче, хочешь продавать необработанный лес – очень хочешь, подумай еще раз. Неудивительно, что ЕС подал жалобу в ВТО, так как там здраво оценили такое ограничение, как аналог запрету. Второй пункт пропуска – Хастан. Это на границе с Северной Кореей. И вот тут даже я затрудняюсь сказать, почему был выбран именно этот пункт. Потому что это уже совсем похоже на какой-то троллинг 80 уровня. Но кого? Троллить Китай бессмысленно. Он уже давно готов к запрету и никаких возражений у него нет. Китай давно не зависит от российского леса и переориентировался на лес из других стран. Прежде всего из Новой Зеландии. Так что, скорее всего, так троллят ВТО. Потому что с Северной Кореей у нас и раньше торговля лесом была так себе. То есть выбрать наиболее бесполезный пункт пропуска было невозможно. Он еще более бесполезный, чем Людтя. Ко всему прочему, на пропускном пункте Хасан у нас только железнодорожный мост. Автомобильного нет. Мы можем лишь предположить, что по нормам ВТО должен быть и автомобильный, и железнодорожный пункты. Поэтому и выбрали Людтя как автомобильный и Хасан как железнодорожный. Вот такая занимательная лесная география. И отличное чувство юмора тех, кто готовил запрет. А что вы думаете по этому поводу? Пишите, пожалуйста, в комментариях и обязательно подписывайтесь на наш канал. Субтитры создавал DimaTorzok